Я нашел эту информацию в исследовании 2014 года в журнале по психологии. Согласно информации, если вы хотите повысить уверенность, то вам лучше слушать Куин, Майкл Джексон, Лед Зепплин, Дэвид Гуэта и Ханс Циммер. Господа, все дело в басе. Ученые выяснили, что сильная бас-партия проникает в людей и вызывает в них чувство силы, что приводит к повышению уверенности. Далее по списку, будьте аккуратнее с подделками. Это из исследования 2011 года в журнале. Экспериментальная психология. Выяснилось, что использование подделок может вызвать понижение уверенности. В целом, вы не будете себя чувствовать хорошо, если вы будете ходить с фейковым роликс вместо настоящего. Я не призываю вас спустить кучу денег на часы. Просто хочу сказать следующее. Когда вы принимаете решение, каким шампунем пользоваться, какую еду покупать, то все схожие бренды, о которых вы никогда не слышали, но они дешевле, оказывают на вас влияние. Вы говорите себе, а что состав очень похож. Но следует учитывать, что это может оказать в целом негативный эффект на то, как вы будете себя ощущать. В общем, достаточно ли вы хороши? Вот что говорится в исследовании. Конечно, это не влияет на каждого. И если вас это никак не затрагивает, просто проигнорируйте этот факт. А если наоборот, стоит потратить немного денег на что-то стоящее. Следующий совет, как повысить свою уверенность, игнорируйте негативные мысли. У всех у нас есть сомнения. Но у кого-то они могут быть критическими. Если вы один из таких людей, вам следует попробовать научиться медитировать. Хотя бы минуту или пять минут в день. Чтобы отпустить весь этот негатив. Я взял это в исследовании университета Эмери. Всего одна минута, во время которой вы отпускаете негативные мысли, помогает начать чувствовать себя лучше. Вы можете заметить, как все эти негативные мысли появляются сами по себе. Они нереальны. Говоря о проблемах, если они действительно реальны, то о них следует позаботиться. Реальная проблема, что 50% мужчин после 40 начинают испытывать проблемы с эрекцией. Если ничего не делать, с этим, это ударит по вашей уверенности. Следующий способ повысить уверенность очень простой. Примите душ. Многие из нас принимают это как заданное, но вот в чем прикол. Если от вас пахнет, даже пусть немного, это высасывает вашу уверенность. Она реально падает. Это было написано в исследовании Ливерпульского университета 2009 года. Одну из них попросили не принимать душ пару дней, а другой сказали, чтобы они мылись прямо перед встречей. Чтобы им нравилось, как от них пахнет. Затем они снимали на видео эти две группы. Они дали им одно и то же задание. Оказалось, что люди, которые не мылись, они чувствуют себя не очень хорошо. Несмотря на то, что это было видео, люди, которые смотрели его, сказали, что люди на записи выглядят как-то неуверенно. Так что, ребята, если от вас пахнет, вы должны быть на видеоконференции, найдите время, чтобы принять душ. Далее надевайте правильный цвет. Это я нашел в исследовании 2010 года в журнале «Эволюция психологии». Они выяснили, что есть два доминирующих цвета, которые добавляют мужчинам уверенности. Это черный и красный. Конечно, есть и другие цвета, которые можно привнести. В некоторых исследованиях показали, что они повышают уверенность. Это был синий и зеленый. Оба они повлияли на повышение уверенности. А вот желтый, зеленый и белый показали себя наоборот. Понизили уверенность. Для меня, не знаю, этот пиджак мне очень нравится. Я вообще не чувствую, что он влияет на мою уверенность. Так что это чистое исследование. Я не говорю, что не надо носить эти цвета. Но все же стоит попробовать привнести немного красного цвета, скажем, при помощи карманного платка. Чтобы то не было, все хорошо, что повышает ваш уровень уверенности в себе. Думаю, со следующим мы все согласимся. Это упражнятся. Когда ты заботишься о своем теле, тренируешься, ходишь в зал, выходишь на пробежку. В такие моменты уровень уверенности зашкаливает. На эту тему есть десятки исследований. Одно из которых, я прочитал оно 2009 года, называется «Влияние упражнений на тело». Что мне нравится в этом исследовании, они изучали то, как мы воспринимаем свое тело. Мы не только ощущаем себя счастливее, но и уровень уверенности повышается. Это было измерено и продемонстрировано. Так что вперед в зал и на пробежку. Далее окружите себя природой. Прогуляйтесь в лесу или парке. Друзья, есть десятки исследований, которые показывают, что это влияет на то, как мы себя воспринимаем. Освобождает голову от мыслей и повышает ощущение уверенности. Следующий совет очень важный. Он включает в себя множество аспектов. Я говорил, про счастье, я говорил про уверенность. Они похожи друг на друга. По мне, так нет. Но для нашего тела ощущения, когда мы чувствуем себя счастливыми и уверенными, они очень схожи. Поэтому простой совет, чтобы быстро поднять уровень уверенности, это думать позитивно. Найдите способ чувствовать себя счастливым. Найдите то, что вызовет у вас улыбку. Подумайте о ком-то, кто для вас важен. Я думаю о своих дочках и о моем сыне. И о том, как я ими горжусь. Исследование ясно показывает, что если у вас получается ощущать счастье и чувствовать себя счастливо, это одновременно повышает и уровень уверенности. Давайте перейдем к следующему хаку, который поможет вам повысить уровень уверенности. Это было взято из статьи «Энергия для карьеры. Топливо для успешных переговоров». Для эксперимента они собрали две группы людей, которым требовалось пройти интервью один на один, плюс отвечать на анкеты. Единственная разница между двумя группами в том, что одних просили подумать о самых лучших моментах в жизни, а других о самых худших моментах. Люди вспоминали несколько минут, а затем шли на интервью. Снова и снова люди, которые думали о хорошем, вспоминали крутые моменты из жизни. Скажем, в четвертом классе вы выиграли в читальный марафон. Вы прочли все эти книги и оставили других детей плакать позади. Ну, вы понимаете, о чем я. Вы чувствовали, что можете все в тот момент. Думайте об этом моменте и получайте от этого пользу, когда делаете что-то. Он вас заряжает состоянием, что у вас все получится. Ученые доказали, что все установки, которые находятся у нас в голове, оказывают влияние на нас. Конечно, не довольствуйтесь тем, что все у вас в голове. Вытаскивайте это наружу и попробуйте сказать это во весь голос. Заведите себе мантру или просто повторяйте себе фразу для вдохновения. Что вы достойны, у вас есть навыки и вы можете все. Когда у вас есть фраза, чтобы повторять ее снова и снова. Это повышает вашу уверенность в себе. Это работает. Нужны доказательства? Они у меня есть. Исследования проводил Университет Торонто кафедрой психологии. Они обнаружили, что да, аффирмации, фразы и слова, которые мы произносим, оказывают влияние на наше самочувствие. Особенно если они положительные, то мы начинаем больше верить в себя и свои силы. Далее используем удачу и знаки. Может у вас есть счастливая ручка, пиджак или ремень, который вы надеваете на каждую бейсбольную игру. Пусть так. Суть в том, что наши счастливые предметы оказывают эффект на наши действия. Это исследование провел Университет Колонье. У них получилось доказать, что мы верим, если предмет наделен способностью приносить удачу, то люди становились более эффективными в работе, когда пользовались ими. Это может быть счастливая кепка или что угодно. Даже если просто сказать удачи, это все может оказать положительный эффект на финальный результат. Господа, если вам понравилось это видео, тогда сразу переходите на этот ролик. Как быть более привлекательным? Научный подход. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете насчет таких видео. Так что да, это видео классное. Уверен, вам понравится. Переходите, смотрите.